Это Любовь Соболь. Против политика Алексея Навального могут возбудить новое уголовное дело. Об этом сегодня написал коммерсант и заявил в своем телеграм-канале главред Эхо Москвы Алексей Венедиктов. В России есть такая статья Уголовного кодекса 212.1 – неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга. По ней человек может стать фигурантом уголовного дела, если трижды за полгода привлекался по административной статье о нарушениях на митингах. Эту уголовную статью ввели в 2014 году и в качестве наказания там до пяти лет лишения свободы. Да, из-за митингов можно сесть на пять лет. На пять лет из-за участия в митингах. Вот так власть в России относится к народу и вот так в России соблюдается статья Конституции о праве людей на мирные собрания. Первым осужденным по этой статье был активист Эльдардадин. В декабре 2015 года он получил три года лишения свободы из-за участия в нескольких пикетах и шествии. Его защитники пытались оспорить это решение и вот в феврале 2017 года Конституционный суд постановил дело Дадина пересмотреть. Судьи решили, что привлекать уголовные ответственности из-за участия в уличных акциях можно, но только если эти акции повлекли причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу и другим охраняемым ценностям. После этого приговор Дадина отменили, его самого освободили из колонии, а суд присудил ему денежную компенсацию за незаконное уголовное преследование. После этого многие решили оттепель и действительно возбуждать дела по этой статье о митингах перестали. После Дадина ни одного осужденного. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев даже публично поддержал идею об отмене этой статьи, но ее так и не отменили. По ее возможной работе осталась масса вопросов, например, если вы организовали несколько акций, на одной из них кто-то, даже не вы, повредил что-то имущество, то что, вас могут посадить на 5 лет? Это что за законы такие? Но так как дело не возбуждали, то люди старались не думать об этом. И вот сейчас Алексея Навального третий раз за полгода арестовали по административной статье за митинги, причем в третий раз по статье «Действие или бездействие при проведении митинга, которую повлекли вред здоровью человека или имущества». Здесь явно читается намек на возможное уголовное дело. Сегодня про это в своем телеграм-канале и написал главред Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Власти преследуют Алексея Навального уже очень давно. Он не боится высказывать свое мнение, публикует антикоррупционные расследования и выступает против Единой России и лично Владимира Путина. Не удивительно, что он стал объектом пристального внимания властей. Долгое время Навального арестовывали, возбуждали уголовные дела, но посадить все не решались. И вот в июле 2013 года решились по делу Кировлеса Навальному дай пять лет лишения свободы. В тот же день тысячи людей вышли протестовать на Тверскую и Манежную площадь, а газеты вышли вот с такими заголовками. На следующий день после протестов и такой реакции Навального и осужденного вместе с ним Петра Офицерова отпустили. Навальный принял участие в выборах мэра Москвы и набрал 27%, едва не заставив мэра Сергея Собянина участвовать во втором туре. И сейчас, наблюдая, как единороссы с разгромным счетом проигрывают, мы можем предположить, что бы могло случиться во втором туре в Москве. В декабре 2014 года Навального осудили по второму уголовному делу, по так называемому делу Ифраше. Посадить его самого снова побоялись, он получил условный срок. А вот его брата Олега, который также проходил по этому делу, посадили на три с половиной года. Это кем надо быть, чтобы посадить в тюрьму брата? Даже не самого своего политического соперника, а его младшего брата. Но они посадили. Олег отсидел весь срок и вышел на свободу только в июне этого года. И вот сейчас есть высокая вероятность, что против Алексея Навального возбудят новое уголовное дело. Недопуска до выборов президента и мало. Они боятся не только реально соперничать на выборах, но даже митингов и протестов. Навальный все это понимает и не сдастся. Понятное дело, что эти люди хотят воровать миллиардами. И они будут пытаться прессовать всех, кто мешает им воровать миллиарды. Но мы не сдадимся, это наша страна. Поэтому я призываю вас всех каждый день что-то делать для того, чтобы бороться с этой партией жуликов и воров. Для того, чтобы бороться с Путиным, с Медведем, с этой бандой. Они снова будут пытаться его посадить. Снова будут смотреть на реакцию в обществе и решать, что делать. Власть у них. А посадить или нет Навального зависит от нас. Миллиардера Валерия Маркелова задержали по делу о передаче взятки полковнику Захарченко. Об этом сообщают Росбалт и другие СМИ. Полковник Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействии коррупции МВД России. В сентябре 2016 года при обыске в квартире его родственников нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. В рублях это около 8,5 миллиардов. 8,5 миллиардов рублей наличными дома у родственников полковника из МВД. Конечно, такое дело сразу привлекло внимание. Захарченко был арестован и до сих пор находится под стражей. В декабре 2017 года суд постановил изъять найденные деньги и перечислить их бюджет. Но самый интересный вопрос в этом деле – откуда у полковника такие деньги? Ну не зарплаты же он накопил? На этот счет ходило много разных версий. И вот по делу о взятках Захарченко задержали бизнесмена, члена Совета директоров Росжелдорпроекта Валерия Маркелова. Его называют королем госзаказа. В своем рейтинге королей госзаказа 2018 года журнал Forbes поставил Маркелова и его бизнес-партнеров на первое место. Общая сумма полученных заказов – 218 миллиардов рублей и основной заказчик – РЖД. Как пишет Forbes, партнером Маркелова по бизнесу является Алексей Крапивин, сын Андрея Крапивина, бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. По данным источника Разбалта, Маркелову инкриминируют передачи взятки в 2 миллиарда рублей от неустановленных лиц. Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен, рассказал источник агентства. Итак, что мы имеем? У полковника МВД нашли наличных на 8,5 миллиардов рублей. По делу о передаче ему взяток задержали бизнесмена, получающего миллиардные подряды от РЖД. Как думаете, узнаем ли мы когда-нибудь всю правду о том, что это за деньги и кто их дал полковнику МВД? Прекрасный Россия будущего узнали бы обязательно. Генпрокурор Юрий Чайко заявил, что Великобритании и США выгодно оставлять в своих экономиках, выведенные из России миллиарды. Этим странам выгодно, чтобы украденные и выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике и не возвращались к нам в бюджет. Заявил Чайко, имея в виду как раз Великобританию и США. Какое восхитительное заявление, особенно с учетом того, чьи объекты недвижимости находил в Великобритании Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией. Вот, например, глава внешэкономбанка и бывший вице-премьер Игорь Шувалов. У него в Лондоне есть квартира площадью 483 квадратных метра. Она стоит более 900 миллионов рублей и записана на фирму, которой владеет Шувалов и его жена. Думаю, Великобритании довольно выгодно, что кто-то вложился в их недвижимость на такую сумму. Не хочет господин Чайко возмутиться этим фактом? Ну или хотя бы проверить деятельность Игоря Шувалова, а то как же это так? Или вот Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Того самого Якунина, который был учредителем кооператива «Озеро» вместе с Путиным. По данным расследования Андрей Якунин живет с семьей в Лондоне. Здесь у него дом, который записан на офшор и стоит почти 400 миллионов рублей. Про эти миллионы у Юрия Чайки нет вопросов. Ждем заявления, что покупка сына бывшего главы РЖД дома в Лондоне – это вывод денег и выгодно Великобритании. А что же другие страны? Ведь наши чиновники и их дети вкладывают деньги не только Великобританию и США. Вот, например, Италия. Там располагаются виноградники, про которые рассказывалось в фильме «Он вам не Димон». И знаменитая вилла телеведущего Владимира Соловьева на озере Кома. Но вишенка на торте – Швейцария. Страна, которую так любят некоторые российские бизнесмены и чиновники. В 2015 году Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией выпустили фильм «Чайка» про генпрокурора Юрия Чайку и его сыновей Артема и Игоря. В фильме говорилось, что в 2014 году Артем Чайка купил в Швейцарии домооценочной стоимостью 3 миллиона долларов. Тут по поводу возмущений о выведенных деньгах даже и спрашивать неловко. И ведь это расследование вышло в 2015 году. Чайка прекрасно знает, что оно вышло, что люди его читали и фильм смотрели. Но все рассказывает про выведенные миллиарды, чьи-то, но не его родственников. При Красной России будущего правоохранительные органы будут реально расследовать дела про украденные и выведенные миллиарды против всех, в отношении кого есть основания, даже если это высшие чиновники, а не просто давать интервью и картинно возмущаться, а потом годами игнорировать. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.